В данный момент у меня на штативе прикручен ревелятор от Presonus. Подробнее про этот микрофон я расскажу позже, используя поп-фильтр, конечно же. А как всегда, по традиции, мы начнем с распаковки. Погнали! Так, вот, собственно, коробочка от Presonus Revelator, или ревелятор, я не знаю по-русски, как лучше назвать. Presonus Revelator. Это будет по-русски. Это, собственно, USB-микрофон с функцией Loopback. Так, как видите, сзади нарисован такой софт-софтвер, и при помощи этой софтины вы можете использовать не только Loopback и настраивать его, но и еще использовать различные функции и эффекты. То есть, практически, USB-микрофон с DSP-обработкой. Так, в комплекте у нас макулатура, на ней, собственно, останавливаться не будем, нафиг ее. Идет, собственно, кабель Type-C на Type-A и переходник на штатив, что очень, кстати, круто. Поскольку у него своя ножка, и с этой ножки его можно снять и посадить на штатив. Type-C, Type-A и переходник на, собственно, большую резьбу. У нас вот это яйца, все дела. И сам микрофон. Больше в комплекте ничего нет. Вот так вот он упакован с большим пакетом кокаина. Если что, это не кокаин, да, это... Так, яйца, все дела, больше ничего нет. Это гидроизоляция специальная, чтобы высасывать влагу. Если вдруг туда попадет влага, чтобы она впитывалась в этот пакет. А то, мало ли вы, если вы это не знаете. Так, вскрываем, собственно, сам пакет. Пакетик наш вскрыли, и уже виднеется гриль. И да, вот он наш микрофончик. И наша гидроизоляция. Кнопочки, кстати, очень мягкие. Силиконовые вроде бы как. Ну, или очень хорошего качества. Резина очень хорошего качества. Внизу у нас, собственно, специальная резьба. Для этого переходника мини-джек и Type-C. Так, сзади у нас, собственно, наклейка. Каким же образом и что нужно использовать с этим микрофоном? С этим микрофоном нужно установить специальную софтину. Называется какой-то Universal Control. Внутри у нас какая-то дырка непонятная. Напиши, кстати, в комментариях, что же это могло быть на ножке. Зачем эта дырка вообще нужна? Заходите на сайт, собственно, при сонусе. Регистрируйтесь. Я, в принципе, это сделал без регистрации. Можно сделать просто бесплатная софтина Universal Control, которым можно пользоваться только с этим микрофоном. Скорее всего. Потому что другие, скорее всего, не найдет. И что еще в этой софтине хорошо? Так, вот таким вот образом, собственно, снимается. Что там помимо эффектов, кстати, очень крутых, на мой взгляд, начинающих, ничего, собственно, делать не нужно. Можно их сразу предустанавливать. И микрофон их сам запоминает. И таким образом вы можете использовать, вот так вот он выглядит, без этого. И таким образом можете накрутить резьбу, переходник, извините, на эту мелкую резьбу. До конца он не вкручивается почему-то. Ну да, до конца он не должен вкручиваться. И вот эта большая резьба на, собственно, пантограф или штатив для микрофона. Закрутим-ка мы его обратно. Да, и в этой... остановился на программе. В этой программе можно также регулировать направленность. У него многонаправленный микрофон. Его можно сделать как все направленные, так двунаправленные с двух сторон, так и кардиотные. То есть по умолчанию у него стоит кардиоидный капсул. То есть я так предполагаю, я в описаниях не читал, я предполагаю, что у него, как у Блуети, три маленьких конденсаторных капсуля. Это, конечно, минус, поскольку конденсатор, чем меньше, тем он малокачественный. Но да, при помощи эффектов все это исправляется. Подключим, собственно, его Type-C, Type-C. Такой переходник OTG специально для смартфона. Подключим его непосредственно к смартфону. И к смартфону Android. С Android он тоже работает. Все предустановленные эффекты будут работать со смартфоном. Начиная с Android 10. Это у нас, собственно, смартфон с Android 9. Еще старенький. Включил его специально, чтобы продемонстрировать, как же это все. Как выглядят, собственно, органы управления. Это у нас кнопка Mute. Она же Gain. Выступающая универсальным гейном. Как для наушников, как для эффектов и для самого микрофона. То есть это мониторинг. Если вы подсоединяете наушники снизу, вы можете регулировать громкость. Mute. Если зажать, то загорится зеленый. Это у нас пресеты. Собственно, четыре пресета у нас, которые можем переключать. Заранее, если их отстроить, как вам нужно. Так, гриль у нас вроде железный, кстати. И капсуле через них не видно. Да, это у нас специальная неизвестная штука. Здесь у нас провод просовывать, если у вас используется через... Если у вас этот микрофон будет стоять на столе, то вот таким вот образом вы его можете оставить. И вот так вот это все будет выглядеть. Собственно, прикольно. По мне, так этот вариант намного лучше, чем Bluette. Поскольку микрофон с ДСП-обработкой. Ну или поправьте меня, если я не прав. Или микрофон с эффектами. Если быть попроще. Так, как вы поняли... Эй, что это за звук такой странный? Этот микрофон обладает функцией... Бэк и эффектами. Строю и эффектами. И, конечно же, я их сейчас вам покажу. Универсальная контрольная панель от... От Присонуса. Вот она, собственно, контрольная панель микрофона Ревеллятор. Ревеллятор. Не знаю, как правильно, напиши, как это будет правильно в комментариях Обладает он различными встроенными уже эффектами У него уже тут есть Slap Echo Так, мы переключимся, вот допустим У него есть четыре функции То есть нажимая вот на эту кнопку Вы будете эти функции переключать И можно также эти функции настраивать То есть вот здесь такое колесико Либо его крутить, либо вот так вот выставлять То есть выставлять, допустим Что у вас тут CB Radio Hello, this is CB Radio Что в принципе незаменимо на каких-нибудь стримах А что самое удивительное Что этот микрофон также будет работать с Android устройствами Начиная с 10 То есть на Android 10 вы можете сразу выставить эффекты Эффекты у него, кстати, сохраняются Вот так вот выставив эффекты в компьютере Вы можете подключить этот микрофон по USB-C К вашему Android устройству И в принципе вы можете писать видео уже в какие-нибудь там ТикТоке или тому подобное И либо выходить с телефона Стримить при помощи этого микрофона И вы сможете использовать собственно вот эти вот эффекты Но регулировать эти эффекты можно только с компьютера Хоть и есть специальный апп для андроида Но этот апп, как у меня, он вроде не завелся То есть у меня может что-то не получается Но в моем случае я это делаю через Windows Настраиваю эти четыре пресета И ими я могу пользоваться уже Собственно на каких-нибудь стримах Либо если я просто записываю видео Я могу просто переключаться И у меня уже появляется эхо Или вот такая вот червя Ну вот Единственное, что Вот такой вот звук Звук нажатия кнопки Либо же вы можете просто выставить Выставить некоторые настройки Допустим у вас будет реверберация Уже сохранена И вы сразу можете петь И плясать Или петь с хреботой Вот таким вот образом Да И проверим собственно Как звучит этот микрофон с укулинкой Играет музыка Единственный минус при использовании с Android-устройствами в том плане, что вы не сможете выставить эхо, либо эхо будет изначально у вас предустановлено, хотя вы можете отдельный похожий пресет выставить сюда на кнопку, допустим. Сейчас мы пишем. И вот эти вот приколы вы можете регулировать. И потом пользоваться, собственно, ими уже вживую. И, кстати, этим микрофоном можно зажать вот так вот кнопку, и тогда этот микрофон уже шумит. Но если вам нужна, скажем так, функция использования чистого звука, и вы захотите использовать его, скажем так, по назначению, а эффекты добавить через какое-нибудь стороннее приложение, то имейте в виду, что чисто писаться тоже можно. Но, как слышите, появляются шумы. Да. С эффектами встроенными, в принципе, писаться можно, иногда даже нужно, в том плане, что вам не нужно будет делать вообще никакой постобработки, вы забили эффекты, и они в реальном времени. И это все в этом маленьком USB-микрофоне. Проверим, собственно, его чистый звук, и как же он звучит. На расстоянии полувытянутой руки этот микрофон будет звучать вот так, и без эффектов вот таким вот образом. С задней стороны микрофона этот микрофон будет звучать вот так, а сбоку вот таким вот образом. И без эффектов с задней стороны он будет звучать вот так. Кстати, чего я не упомянул, у него есть также настройка кардиоиды, я забыл ее поставить. И, собственно, сейчас он пишет кардиоид, спереди чистый звук и с задней стороны, собственно, уже глухо Но можно поставить также восьмерку и поставить круговой То есть вот таким вот образом он будет звучать равномерно, как его ни крути И если даже выставив звук, эффект, то тоже будет звучать вот таким вот образом Но советую вам лучше всего использовать этот микрофон именно с кардиоидной С кардиоидой, да, с кардиоидной направленностью, поскольку он не будет писать шумы позади Так как он писал это сейчас все это время Да, собственно, вот такой вот микрофон Все, что я хотел сказать про этот микрофон, я уже сказал Если я что-то не упомянул, то пиши, как всегда, в комментариях Ну, а с тобой был Дядя Бен Желаю тебе всего хорошего и... До свидания!